Дорогие друзья, вас приветствует греческая передача «Эльпида» и я, ее ведущая, Мария Лазариди. Сегодня мы говорим о бытовых прошлого года. Это годы нашей общественной организации «Эльпида». 2015 год действительно был не просто сложный, он был и сложный, и одновременно интересный. Греки активно участвовали в жизни полуострова. Мы широко представлены в разных уровнях власти, мы представлены во всех сферах родов деятельности. Это год многих событий, когда мы интегрировались во все сферы российского законодательства. Я хочу сказать, что греки в 2015 году проявили себя с нарастающей позитивной энергией. Проводилось очень много разных мероприятий, съездов, консультаций, круглых столов. Какое, по вашему мнению, считается самое значимое? В августе месяце все мы собрались в Ялте на встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который захотел встретиться и именно непосредственно узнать о положении дел в национально-культурных обществах крымских. Конечно же, он сказал о том, что разговор у нас в неформальной обстановке, поэтому говорить нужно все, что происходит на самом деле. Изменилась ли работа с нашими национальными обществами после этой встречи? Мы интегрировались в Российскую Федерацию, где действуют законы уже много лет. И те вопросы, которые мы подняли, в частности, скажем, по получению грантов на реализацию какого-то проекта, мы, подав ранее документы на грант, не могли его получить по формальным причинам, так как есть условия, что получатель гранта должен быть зарегистрирован не менее года. А, соответственно, раз воссоединение Крыма произошло буквально два года, как будет, а на тот момент это было меньше года, когда мы подавали, мы не могли его получить. Значит, после того, как это было сказано президенту, был вопрос решен, что именно для Крыма сделали определенные условия для возможности получения президентского гранта. Получили? Ну, на сегодняшний день мы еще не написали, как национальная культурная автономия греков, но я, насколько знаю, что национальная культурная автономия немцев получила грант по программе общественной дипломатии. Достаточно важным событием стал приезд прессы с разных стран Европы. Конечно же, приехали ребята из Греции. Вы с ними встречались. Ваши впечатления, как вы думаете, понравился ли им Крым, российский Крым? Правительство Греции выбрало такой путь, антинародный, можно сказать, предательский. Соответственно, и средства массовой информации тоже нацелены на то, чтобы работать в том направлении, в котором указывает им правительство. И действительно, я в тех вопросах, которые они задавали нам, почувствовал некие какие-то компрометирующие такие вопросы. Поэтому я не знаю, как они отреагировали, что они показывали у себя там в СМИ в Греции. Ну, по крайней мере, пообщаться было интересно. Ну, довольно-таки такие интересные приехали люди. Это из таких интернет-контентов, которые, скажем, не являются такими широкими телевизионными каналами, а которые смотрят именно русскоговорящее население в Греции. С ними мы пообщались по-доброму, по-хорошему. Они действительно восхищены Крымом. Они восхищены тем, что делает и правительство России, и делает на сегодняшний день Сергей Валерьевич Аксенов как глава республики для гармонизации межнационального, межконфессионального согласия. Поэтому, в принципе, все, что они увидели, все говорило само за себя. Вы сказали, что позиция Греческой республики сейчас не совсем хорошая по отношению к Крыму. Но при этом, при всем, некоторые города все-таки заключают соглашение по противству с крымскими. Это действительно смелые люди. Это патриоты. Патриоты той страны, в которой они живут. И патриоты тех людей, которые живут здесь, то есть их братья. Это мы, конечно же, греки. Они понимают, что Крым – это исконно греческий полуостров, который населяли греки. И им, скажем, с достоинством общаться здесь с теми руководителями, которые сегодня, с тем народом, который здесь проживает. У нас в этом году было очень много гостей из Греции. Вы организовывали круглые столы, проводили конференции. Кто вам больше всего запомнился? Конечно, насчет того, что много, я не могу сказать. Надо, чтобы еще больше приезжали к нам греков. Всегда хочется больше. Всегда хочется больше. Но на сегодняшний день я искренне благодарен. И члены нашего общества благодарны тем грекам, которые действительно приезжают к нам, которые поддерживают нас. Я не говорю о тех греках, которые проживают в России, потому что мы тесно с ними связаны. У нас есть председатель Всероссийской национальной культурной автономии Иван Игнатьевич Савиди, который постоянно старается или пригласить нас на какие-то события, которые происходят в разных общинах национально-культурных автономиях, и также прислать к нам тех людей, с которыми можно поменяться опытом, которые могут подсказать что-то, которые могут просто поприсутствовать на тех мероприятиях, которые проводим. Мы зачитать поздравительную телеграмму в наш адрес. Запомнились мне те греки, которые приезжали с общественной организации Греко-Русский Альянс. Это Гавриил Аврамидис и Илья Митикидис. Такие действительно яркие представители этой общественной организации, которые, хочу сказать, еще будучи депутатами именно партии независимых греков, которые находятся в Греции сегодня, из которой они на сегодняшний день вышли, они приезжали только, как Крым воссоединился с Россией, мы сразу их лицезрели здесь. Можем ли мы, крымчане, мечтать о том, что когда-нибудь Крым с Ладой воссоединится, не в плане одного государства, а в плане каких-то связей более глубоких, душевных, ну, естественно, политических, естественно, экономических. На нас примут, признают, что мы российский Крым. 2016 год – это год тысячелетия нахождения именно российских монахов на горе Афон, святой горе Афон. Это, я считаю, самый большой мост, который может существовать между Россией и Грецией, и существовал. Я думаю, что у нас нет никаких разногласий и противоречий с теми, кто проживает там, и мы были, есть и будем едины. И этому доказательство следующий перекрестный год культуры России и Греции. Да. Какие мероприятия планируются? Мы об этом очень много говорили в прошедшем году на круглых столах и планировали очень много мероприятий, которые должны реализовать. Есть желание провести именно Всероссийский съезд молодежи здесь, опять же, провести его в несколько этапов, в несколько дней, на разных площадках. Также мы хотим провести те же мероприятия, которые у нас стали уже популярными, и без них уже никак не обойтись. Это День освобождения Греции, это православные праздники Константина и Елены, это православный праздник Успения Пресвятой Богородицы в августе месяце, и на более уже высоком уровне провести Дни греческой культуры. В этом году очень важное мероприятие, 100 лет со дня геноцида. Как мы будем отмечать? Однозначно сейчас я не могу ответить, почему. Потому что это действительно серьезное событие. Мы видели, как в 2015 году, столетие геноцида в Османской империи, траурное такое событие отметили армяне. Греки так же самое и в Крыму, и в других регионах России должны собраться, высказать свое негативное мнение по вопросу геноцида, и также пройтись большими шествиями с возложениями цветов и с вспоминанием памяти тех жертв, которые пострадали, которые погибли, которые бежали, как вы сказали, и проживают уже в разных частях света. В 2014-2015 годы порадовали нас и гостей полуострова многообразием фестивалей. Кому мы можем сказать спасибо? Кто представлял наш народ? Их очень много у нас. И молодежный ансамбль, который в старом Крыму в школе у нас исполняет песню той трагической деревни Лаки, которая пострадала от фашистов. И наш прекрасный коллектив, который вообще служит, наверное, визитной карточкой греков Крыма, это ансамбль из Керчи «Масаико», который может спеть как современную греческую песню, так и древний греческий византийский гимн, молодежный ансамбль, и в селе Чернополе греков-фракийцев. Это у нас ансамбль и в Евпаторе, который прекрасно представляет греческие танцы на разных фестивалях. Самое главное, что как только организовалась региональная национальная культурная автономия, был организован ансамбль «Артемис». Ансамбль самодеятельности у нас присутствует и в Ялтинском обществе. Можно перечислять и далее, просто в зависимости от своих профессиональных навыков они отличаются, а так довольно-таки хорошо представлены. У нас очень много таких знаковых событий, как в 2015 году, и которые будут переноситься на 2016 год. То есть в целом вы довольны уходящим годом? Ну, не только я. Я как бы представляю общество, понимаете. А в обществе не бывает каких-то единоличных представителей. Я думаю, что наши представители, наши общественные организации, нашего греческого общества, они довольны. Почему? Потому что мы с душой относимся к каждому, пытаемся донести те национально-культурные традиции, которые на сегодняшний день сохранены. хотим, может быть, даже что-то и новое преподнести, найти что-нибудь такое, которое еще ранее не было известно. Спасибо вам большое за встречу, за интересную беседу. Я думаю, что 2016 год принесет нам массу сюрпризов. То семерину вас программа Тельониса, сэвхомасты, каливдомады, кекалиандамасим. На этом наша передача завершается. Мы желаем вам доброй недели и счастья в новом 2016 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин